Посадка роз весной, когда и как сажать розы. Практически все сорта и виды роз можно высаживать в открытый грунт на протяжении всего теплого периода, соблюдая правила агротехники. Однако существуют сорта, которые укореняются и дают здоровый роз только весной. Ботаническое описание культуры и условия произрастания. Культура относится к роду шиповников семейства розовые. По биологическим и декоративным признакам делятся на условные классы и группы. Большая часть сортов получена путем склещивания и отбора. Отличительные признаки растения – форма, листопадный или вечно зеленый кустарник, корневая система, стержневая, а при вегетативном размножении мочковатой ветки, прямо стоячие, стелющиеся побеги, длиной от 15 см до 9 м, покрытые шипами, листья, непорнопилистые, зеленого цвета. Цветки обой полые, собранные в соцвете лили, одноцветковые, запахом плоды по форме круглые, грушевидные, плоские. Яйцевидные по расцветке красные, оранжевые и черные. Период цветения с мая по ноябрь обеспечивается в большей степени системой обрезок. Посадка роз в саду растения предпочитает хорошо удобренные, дренированные почвы. Любит яркий свет. В плоте не истощается и перестает свисти. Для продолжительного цветения необходим постоянный полив. Размножается делением куста корневыми отпрысками, черенками. Эти нюансы чрезвычайно важны при организации розария и решении таких вопросов, как посадка роз весной, когда и как сажать розы. Время посадки. Культуру можно высаживать с апреля по октябрь. Корни собственные и штамбовые розы в открытый грунт сажают только весной. Привитые экземпляры с первых дней сентября до середины октября и в апреле или мае. Дополнительная информация. Контейнерные розы сажают в течение всего вегетационного периода, исключив жаркий период. Правильная посадка розы весной в открытый грунт. Несколько правил помогут выращивать здоровые и роскошно цветущие растения. Подготовка места почвы и посадочного материала. Выбрав сорняки, необходимо добавить компост, доломитовую муку, минеральные удобрения. Например, Кемира универсал. Если на выбранном месте почва тяжелая, то рекомендуется внести песок и торф. Если легкая глина, перекопав грунт, необходимо дать почве осесть примерно 1-2 недели, а лучше 1 месяц. Если до посадки есть 2-3 недели, можно пролить землю настоем перепродившей травы или коровяка. Из покупных препаратов подойдет сияние. Затем до посадки грунт желательно закрыть темным лутраселом. Корневую систему всех приобретенных саженцев перед посадкой полезно поместить в раствор медного купороса для профилактики болезней 1 стакан. Лист на ведро воды, или любого другого стимулятора роста. Раствор медного купороса правило посадки дилемма как посадить розу в грунт весной и как вырастить ее здоровой решается достаточно просто. Следует всего лишь выполнить несколько последовательных действий. Выкопать яму глубиной 30-35 см. Положить на дно перегной и присыпать землей. Подрезать корни на 2-3 см. Высадить саженец в яме так, чтобы место прививки было на 3-5 см ниже уровня почвы при сухом грунте и выше уровня на те же 3-5 см при постоянном переувлажнении. Это позволит саженцу не вымерзнуть и не замокнуть. Для корней собственных роз заглубление корневой шейки составляет 2-3 см, а для штамбовой 10 см. Добавить питательную смесь из ведра компоста, стакана золы и стакана костной муки или биогумус. Потрясти саженец, чтобы состав проник между корешками. Сверху насыпать земли и уплотнить вокруг саженца. Пролить ведром воды и окучить. При этом корней собственной розы не окучивают. Притянить лутраселом. Пару недель растения не стоит открывать. За это время почки тронутся в рост. Затем снять укрытие, разокучить кусты, подрезать ветки и замульчировать почву вокруг кустов. Важно! Расстояние между кустами 40 см. Земля не должна пересыхать. Особенности посадки рос весной в Подмосковье, в Сибири и на Урале. Для сибирского климата предпочтительнее весенние высадки и начинаются они с мая. Тоже можно сказать и о культивировании рос на Урале. В отличие от Подмосковья, вегетационный период культуры на северных территориях и территориях средней полосы России много короче. А если растение не успеет укорениться должным образом, морозы оно не переживет. Важно! Для выращивания рос на Урале и в Сибири рекомендуется подбирать морозоустойчивый посадочный материал. Время для успешного укоренения – главное преимущество весенней посадки в открытый грунт. К тому же розочки, правильно высаженные весной, раскроют свои бутоны и станут украшением сада всего лишь через пару месяцев. 00.VOT.ARTICLE.RATING Корректор А.Егорова